Мы три года не проводили собрания федерации, вот сейчас провели мы впервые, отчитались за три года работы. И я скажу, что несмотря на пандемию, определенные результаты у нас есть, потому что мы старались проводить чемпионаты республики, мы предпринимали комплекс мер для того, чтобы предохранить всех и зрителей, и участников соревнований от заболеваний, и нам это удалось. То есть несмотря на пандемию, мы практически все чемпионаты республики и среди школьников, и среди юниоров, и среди молодежи, и среди взрослых мы проводили, и таких случаев не было, потому что мы строго следили за всеми правилами в период пандемии, которые необходимо было соблюдать. И результат есть. Мы впервые за пять лет стали призерами чемпионата Европы среди взрослых. До этого у нас были и золотые медали, и серебряные, и бронзовые в других категориях возрастных на чемпионатах Европы и мира. Ну, впервые вот мы получили бронзовую медаль, и полуфиналь Александр Параски, который, безусловно, один из самых талантливых боксеров за всю историю молдавского бокса, он проиграл чемпиону, ну, практически он не проиграл. Это натурализированный россиянин, который выступает сегодня за Сербию. Я думаю, что у нас есть хороший шанс для того, чтобы завоевать путевку на следующую Олимпиаду, не только завоевать ее, но также и претендовать на медали высшей пробы. Планы, как всегда, развивать этот вид спорта в стране, потому что бокс, с моей точки зрения, очень полезен, в первую очередь для мальчиков. Он полезен тем, что дисциплинирует трудных подростков, он полезен тем, что отрывает сегодняшнюю молодежь от гаджетов, значит, и молодые люди набираются физической силы, мужества, что очень важно для того, чтобы потом создать полноценные семьи, нести ответственность за будущее своих семей. Это, значит, очень серьезная прививка от инфантилизма среди молодых людей, который весьма развит. Это прекрасный вид спорта для полноценного развития личности. С моей точки зрения, поэтому мы планируем популяризировать спорт с одной стороны, с другой стороны, среди наиболее способных ребят, выделять их и давать им возможность развиваться, как боксерам высокого уровня, которые могли бы достигать результатов на крупнейших международных турнирах. Ну, вот эта цель была, она и остается. Судейству мы уделяем большое внимание, и практически на протяжении всего периода действия федерации мы, значит, в подавляющем большинстве случаев добились того, что руку поднимают именно тому, кто победил. Наше богатство – это люди, это спортсмены, это тренеры, это судьи, это ветераны. Поэтому федерация ценит тот вклад, который делают все причастные, и тренеры, и спортсмены, и функционеры. И каждый год нам есть чем гордиться, нам есть что рассказать, и нам есть чем похвастаться. Потому что любая медаль чемпионата Европы или мира – это очень серьезное достижение, очень большой тяжелый труд команды, которая шла к этому результату. Ребята, которые стояли в спаррингах, помогая готовиться спортсмену, тренер, который уделяет большую часть своей жизни подготовке, спортивные функционеры, которые добиваются того, чтобы было финансирование вовремя, чтобы проверить логистику, как правильно подготовить, провести сборы. Поэтому это целая команда неравнодушных людей, причастных к результатам. Вот такая команда собрана сегодня здесь, в этом зале. Это команда единомышленников, членов Федерации бокса Республики Молдова. Вы слышали в отчете, мы привели некоторые цифры тех медалей, которые завоевывали наши ребята. Но скажу, что на всех чемпионатах, которые проходили, мы всегда боролись за медали самого высокого достоинства. Будем работать дальше над тем, чтобы медали становилось больше. Мы вам обещаем, что будем работать еще больше, для того, чтобы молдавский бокс прославлять и на всех самых больших соревнованиях добиваться успехов. Ну, есть прогресс в 2020-2021 году. Был чемпионат Европы и в Хорватии. И ребята заняли 5 мест, 3 место взяли. И в этом году, вот уже, есть серебро, тогда мы не взяли. Вот в этом можем гордиться, что вот есть серебро. Караван Януш взял сейчас в Болгарии. И готовимся. И еще 2-3 места у нас есть. Бурдюжа и Аргату Ильи. А сейчас мы уже готовимся. В ноябре будет чемпионат мира. И дай бог, что я думаю, что тоже с успехом приедем домой. Ребята, будем готовиться лучше. Это же как не есть чемпионат мира. Здоровья всем тренерам, президенту, вице-президенту, ну и всем членам федерации. Тренерам, во-первых, потому что тренера, это, ну, есть сердце пути, короче, самых лучших спортсменов. И успехов нам в дальнейшем. Хочется сказать, что федерация очень всегда хорошо развивается. У нее очень большой опыт. Опытные тренера имеются. Призеры Олимпийских игр, которые сейчас работают тренерами. Гажан работает старшим тренером. И постоянно есть боксеры, которые завоевывают медали на чемпионатах мира Европы. Вот, поэтому у бокса есть большая перспектива на развитие. Мы очень надеемся на следующие, на эти Олимпийские игры не получилось у них. Мы очень надеемся на следующие Олимпийские игры иметь Олимпийцев с федерацией бокса. Хотелось бы пожелать, как обычно, здоровья, потому что это самое главное. Самое главное – хорошей подготовки, успехов, чтобы они имели возможность иметь эту подготовку для того, чтобы показать хороший результат.